Субтитры сделал DimaTorzok С мамой я сегодня зашла, думаю, боже мой, ничего не меняется, меняются только люди, а стены эти знакомые, тут мое детство прошло буквально, и все эти ступеньки, вот эти подвески, эти прожектора, я же там, как вам сказать, я достаточно беспокойным ребенком была, и меня оставить на три секунды без присмотра нельзя было, почему я везде, вот мне нужно было исследовать, как вот эти вот софиты, как они устроены, поэтому я как бы чувствую себя практически как дома. А если у вас очень часто берут интервью, нет ли вот такого какого-то неприятия или, возможно, негатива? А как это возможно, к людям относиться с негативом? Ну вот есть такие на самом деле. Ну значит, это проблема тех людей, которые так себя ведут, мне кажется, что к каждому человеку нужно относиться, как я стараюсь, с любовью, с уважением, и так и будут люди к тебе относиться. Чего ждете от сегодняшней программы? Сюрпризов. Готовы? Очень. Так вот, давайте начнем. С удовольствием. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня вы смотрите программу «Призвание» на телеканале «Оля Ви». Мы продолжаем знакомить вас с интересными женщинами, добившимися успеха в своей профессии и нашедшими свое призвание и свое признание в этой жизни. И сегодня наша героиня – пианистка с мировым именем. Я очень рада, что она наша соотечественница. Это Ирена Гульзарова. Пианистка, которая выступала на лучших площадках Европы, Америки, других стран. И сегодня она в нашей студии. Здравствуйте, Ирена. Я очень рада вас приветствовать. Моё призвание – это сцена. Вот уже так сложилось, что я очень часто, довольно часто выступаю. И каждый раз убеждаюсь, что жить без этого я уже не могу. Я на сцене живу, дышу и существую. И, конечно, для меня, прежде всего, это служение. И всё, что написали композиторы великие, совершенно люди, всё, что записано в партитурах, я просто изучаю досконально, стараюсь это понять, переосмыслить, пропустить через себя. Я, насколько могу, насколько позволяет мой жизненный опыт. Ты просто как-то и несёшь плащи, это время, это груз, тяжести. Во время даже вот этого элементарных занятий, которые каждодневны, которые нужны, без которых никуда. Это когда музыка звучит в голове и никогда просто не покидает себя. Каждый концерт – это какой-то итог и рубеж. И впереди горизонт, он совершенно необозрим, потому что, мне кажется, не хватит и 100, и 200 исполнений, чтобы довести что-то вообще до какого-то определённого совершенства. А совершенство – это вообще понятие, оно, скажем так, недостижимое. И вот в этом, скорее всего, моё призвание – просто скромно и верно служить музыке и стараться делать по минимуму, по максимуму точнее своих возможностей то, что от меня требуется. И, естественно, конечно, стараться каждый раз от всего сердца радовать людей, которые пришли на концерты, которые, может быть, тоже устали очень часто от работы, от жизненных всяких тягостей. Вот они пришли и хотят слушать красивую музыку, и им хочется это от всего сердца сыграть и как-то открыть этот мир потрясающе красивый. Скажите, пожалуйста, в каком возрасте и вообще когда вы поняли, что музыка – это ваше, что музыка – это всерьёз и надолго? Очень поздно. Серьёзно? Абсолютно, да. Это, так скажем, звучит как какое-то откровение, но это правда. Как вы думаете, с чем это связано? Это связано с одной личностью, не побоюсь этого слова. Мне было уже 23 года, и я собиралась менять профессию. Точнее, скорее всего, как сказать, менять профессию. Я просто думала, что, скорее всего, можно поставить точку. Мне не казалось то, что я делаю достаточно хорошо, что я это делаю достаточно хорошо. Мне вообще до сих пор многое, что не нравится, и всегда будет мне нравиться. Но я думаю, что это лучше, чем быть о себе какого-то мнения. И, наверное, совершенства я в этой жизни точно не достигну. Я всегда говорю, что для этого есть ещё очень много жизней. Но вы к нему стремитесь? Я стремлюсь, насколько я это могу. Так что это была за личность? Это был Рудольф Пухпиндер, мой будущий профессор, который меня как кутёнка схватил буквально за шкирку. Мы с ним познакомились, когда мне был 21 год. Я приехала к нему на курсы в Швейцарию и совершенно обомлела. Потому что передо мной совершенно гениальный человек стоял. И очень простой во всех отношениях. Я поняла, что я бы, конечно, мечтала учиться у этого замечательного музыканта. Мне казалось, что всё возможно, было бы желание. И мне казалось, что он должен меня пригласить, что он и сделал. Но всё равно я видела, насколько далека я от совершенства. И мне казалось, что я, конечно, попытаюсь там что-то сделать. Но, скорее всего, на этом дело и закончится. Но вот он, как я уже сказала, схватил меня буквально вот так вот за шкирку и сказал, «Вы ответственны за ваш талант». Я очень испугалась. У нас ведь не принято говорить о таланте. И вообще талант, это кажется, что... То есть человек говорит способный или музыкальный. Он мне сказал, вы знаете, музыкальная моя бабушка была. А вы талантливый человек. И то, что вы сейчас делаете, вы зарываете свой талант в землю. Перед этим, перед Богом у вас большая ответственность. И вы знаете, такие слова, конечно, пугают. Я поняла, что он не шутит. И мне стало действительно страшно. Ну, я просто начала работать. Я начала работать, когда вот буквально 23 года я начала действительно серьезно относиться к тому, что я делаю. Давайте вернемся к вашим детским годам. Вы родились, выросли в музыкальной семье. Да. У вас мама известный музыковед, доцент Государственной консерватории Узбекистана. Ваш папа не менее известный саксофонист-исполнитель. Как вы думаете, родившись в музыкальной семье, вы были обречены стать музыкантом? Ну, совершенно нет. Нет, нет. У меня желание мамы было совершенно другим. Она видела, что у меня способности есть какие-то лингвистические. И думала, что, конечно, это до сих пор потрясающе, когда человек знает много языков. Мне, например, не хватает моих языков совершенно. Но, тем не менее, вы знаете как минимум два иностранных, немецкие и английские языки. Да, но это все равно мне хочется еще больше знать. Я вот жду, когда дочка в школу пойдет, и мы будем вместе с ней и доучивать немецкий, и учить и французский, и итальянский. Это очень важно. Но это было желание мамы. А вот бабуля у меня моя замечательная, дай бог ей здоровья, конечно. Которая была врачом, кстати. Которая была врачом, совершенно верно. Но она мечтала сама, еще до врачебной своей деятельности, она мечтала сама быть музыкантом. Она очень музыкальный человек, очень чуткий. То есть, когда я в детстве занималась, она контролировала меня всегда. Вот ты сейчас плохо сыграла. Значит, вы тоже можете сказать, что музыкальной была ваша бабушка? Абсолютно. Она была, совершенно верно. Вот это правда в точку вы сказали. Она и есть музыкальная, она сих пор слушает все мои записи. Очень такой критик большой. Можете ли вы сказать, что она ваша поклонница? Да, абсолютно. Она преданный человек. Мне бабушка, она сказала просто, давайте, отдавайте ребенка, потому что она достаточно у нас такая воевода. Музыкальную школу? Нет, просто музыки. Почему бы нет, вдруг что-то в ней есть. Вот оказалось, что-то действительно там было. Я пошла в простую музыкальную школу. Она была прямо вот рядом с нашим бабулиным домом. Я помню, что я своему первому педагогу принесла в садик Майкопара. Она говорит, ну, молодец, с мамой подготовила. Говорит, да нет, я не подготавливала это с мамой. Она говорит, да ладно, что ты, это не может такого быть. Ну, вот я вспоминаю, думаю, наверное, может действительно что-то было. А потом мы просто с родителями проходили мимо Успенки. Школы имени Успенского. Школы имени Успенского. Сейчас это уже лицей стал. И мы проходили мимо, решили узнать родителей, как сегодня помню, требования к экзамену. Оказалось, что в этот день экзамен. Вот меня посадила мама на стульчик. И там вот за тобой тетя придет и делай все, что она говорит. Ну, я похлопала песенку. Почему так? Кузнечики спела, потому что все остальные дети ее пели. А теперь я могла там и Ротару, и Пугачеву, и все что угодно мы там дома пели. У вас был такой богатый репертуар, да? Ну, я пела просто чисто, так, чтобы каким-то голосом такого не было. Ну, вот, в общем, я все стандарт весь этот как бы выполнила. Там был потом еще и второй тур. Это уже гораздо позже, по-моему, я уже не могу сказать точно, когда. Да, и вот я поступила в школу, которую я закончила. Все 11 лет я проучилась в этой замечательной... Затем в консерваторию. Затем я поступила без экзамена в консерваторию, потому что, я помню, тогда я выиграла пару конкурсов, которые позволили мне просто миновать вот эти все нервные экзамены. Я благодарна тем, кто дал такую возможность, создал такие условия для нас. То есть я таким образом поступила в консерваторию, ну, а потом уже, будучи студенткой, я очень много выезжала и с концертами, и с фестивалями. И как-то думала, где же мне дальше учиться, потому что одно дело это наша школа, другое дело хочется познать многое. И вот так вот меня судьба свела с Рудольфом Бухпинтером. Вы сказали, что бабушка всегда была и есть ваша самая ярая такая поклонница. А вообще, на самом деле, чья оценка творчества на сегодняшний день для вас очень важна? Я понимаю, что родные люди — это главная поддержка, но тем не менее, если мы будем говорить о профессионализме... Ну, тогда опять-таки мы вернемся к этому человеку, с которого мы начали. Это мой профессор Бухпинтер. Скорее всего... И никто из моих профессоров не обидится, потому что они тоже понимают, что мне невероятно повезло, потому что такие личности не преподают. То есть у него учишься уже не то, что азам мастерства. Это то, что остается несказанным, скорее всего, а то, что мне говорится, доверяется. Буквально в каждая нота. Конечно, когда у меня какие-то записи есть, я не только своим всем, конечно, шлю профессорам и жду их оценки, но, конечно, я жду прежде всего и что скажет он, потому что его мнение для меня, конечно, на вес золота. А бывает, что он, скажем, не всегда доволен? Было такое, когда я откровенно занималась халтурой. Да, то есть вы умеете его разочаровывать? Я не успела его разочаровать, но могла бы. Что вы сделали для того, чтобы этого не случилось? Я его очень сильно уважаю и старалась всё-таки не падать в его глазах. Занятия были всегда в классе. У него было минимум 9 учеников, которые он просто говорил, давал нам бумажку, и вот за год он приезжал 13 раз. За первое полугодие у нас было 4, может быть, максимума урока. Ну и потом добавлялось по мере. То есть 2 недели, 3 недели у нас был перерыв, и за это время нужно было что-то новое выучить. Для меня это казалось что-то совершенно неимоверным и невозможным, но оказалось, что всё возможно. За это время успеваешь и выучить, и прийти более-менее готовым на урок. И вот тогда вот начинался этот трепет, насколько, как он меня воспримет. Будет ли хоть какое-то одно хорошее слово? Я иногда сейчас уже позволяю себе, почему вы мне не скажете? Я там прихожу, а что хорошее, это, говорит, интересно, что я буду за тебя хвалить. Ты так всё прекрасно знаешь, говорит, я лучше тебе скажу то, что нужно сделать, и ещё лучше, и ещё лучше. Что нужно доработать. Вот вы, кстати, сказали в самом начале нашей программы, что вы всегда волнуетесь перед выходом на сцену. А как вы себя настраиваете на то, что вот нужно выйти, нужно выступить, нужно отыграть с душой, нужно вложить всю себя? Я просто прошу дать мне возможность вынести произведение настолько, насколько я могу, насколько я его подготовила, чтобы это было... Потому что, понимаете, волнение у меня достаточно характер темпераментный, бурный. Я всё время пытаюсь себя держать в руках, потому что не каждому нужно это видеть, насколько у меня всё бурлит внутри. А тем более на сцене с таким характером, с таким темпераментным очень сложно себя самоконтролем этим заниматься. И поэтому я буквально себя контролирую, чтобы я не переволновалась, чтобы не понеслась, чтобы не было слишком много эмоций. И поэтому первым делом, конечно, вот это. Второе, я всегда думаю о людях, потому что я думаю, ведь никто не думает, что я там как за кулисами просто места себе не хожу. Потому что самое страшное, это вот последние 10-15 минут. Вот когда-то Владимир Теодорович Спиваков, он говорил, ты знаешь, я хотел, чтобы балкон свалился, но только люди бы не пострадали. И вот у меня тоже такие мысли, думаю, господи, может быть, что-то произойдёт, что отменят концерт в последний момент. А потом в конце концов думаешь, так ты же к этому стремишься, ты же хочешь это донести, так чего же ты бы... И начинаю на себя ругаться. Последние 5 минут это ругань, просто откровенно это. Начинаю смотреть даже в зеркало, говорить, нет, ты сейчас возьмёшь себя в руки, ты пойдёшь. Люди пришли на твой концерт, чтобы услышать хорошую музыку, что же ты делаешь. И всё, я иду. Причём никто в жизни не подумает, что я дико волнуюсь. Давайте недолго остановимся, уважаемые телезрители. Я предлагаю вам посмотреть музыкальный номер, а имена отрывок выступления нашей героини на одной из европейских площадок, после чего мы вновь вернёмся в студию и продолжим беседы с нашей гостьей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вообще, я знаю, что у вас очень интересная история встречи с вашим супругом. Давайте расскажем нашим телезрителям, как это произошло. Это произошло, вы не поверите, ведь у нас скоро 10 лет со дня знакомства обознакомились. Мы в прямом смысле слова на небесах, потому что мы летели, так получилось, что мы летели вместе из Цюриха в Москву, а я через Москву в Ташкент. Да. И весь салон был переполнен, как всегда, и мне до сих пор это удается каким-то образом выделить для себя целый ряд. Да. Я не знаю, почему, я в этот раз тоже, в тот раз точнее, надеялась, что мне будет исключительное опять-таки везение в этом плане, но я заметила, что в салоне, вот в самом начале салона какие-то, кто-то идет, ну, боже мой, нет, опять, нет, кто-то, конечно, где сесть рядом со мной. И вдруг я поднимаю глаза, и со мной здоровается молодой человек, я поднимаю глаза, и не то, что я влюбляюсь с первого взгляда, а, как всегда, у меня мысль такая в голове, которая совершенно откуда-то приходит, это твой муж. Я подумала, боже мой, это мой муж, а я совершенно не накрашенный, что мне делать? Вот, и он как-то очень интеллигентно сел рядом у окна, то, что мое место было прохода, а посерединке, как мы все время смеемся, это место было для нашей дочки будущей. И он прекрасно себя вел, я очень ценю в мужчинах, вот это вот, как сказать, он за мной, конечно, наблюдал, а я видела, что он наблюдает, но делала вид, что я этого не вижу, и где-то к концу полета мы с ним просто начали общаться, ну, как-то очень, скажем так, совершенно отличенные темы, там не было никаких личных, абсолютно ничего, просто кто, откуда, ну, как обычно беседуют люди, которые встретились в первый и последний раз. Да, в самолете. И потом так получилось, что он ехал, он летел, у него был бизнес в Москве, его встречали, значит, на машине, и он сказал, что, может, у меня тогда был очень длинный рейс, это остановка в Москве перед Ташкентом. Я всегда ездила к своей тете, и она жила в центре города, он сказал, что, может, меня подвезти. И вот во время мы опять-таки разговаривали, и он мне свой телефон оставил, потом написал мне СМС. Ну, а буквально, когда я уже вернулась в Швейцарии, я приехала тогда уже в Ташкент, говорю, я сам мужа встретила, ну, как всегда. Ну, Марат Васильевич Кумаров тогда, это мой профессор, да, ташкентский, он сказал, ну, всё, Иренка сказала, Иренка сделала это, конечно. Мама говорит, какой, кто он, что, ну, тогда не было же телефонов, чтобы все снять, да. Ну, все ждали, конечно, какой-то, что за муж там у Иренки, да. Но через месяц мы с ним встретились и уже, в принципе, не расставались. Можете ли вы сказать, что вообще случай, он играет для вас особую роль в вашей жизни? Вот случай вас свёл с вашим супругом, благодаря случаю ваш профессор выбрал вас в качестве своей ученицы. Вообще вот само вот это отношение к случаю, оно у вас какое-то особо трепетное? Да, я очень фатальный человек в том плане, что я верю в судьбу и верю в то, что когда к людям относишься с добротой, с теплом, и вообще делаешь много добра, о котором не говоришь, это, в принципе, бумерангом всё приходит к тебе. И то, что должно быть, оно и так будет. То есть многие сетуют на судьбу, не нужно сетовать, нужно изменить свои отношения к ситуации. И я, скажем так, в Ташкенте ведь такое сплетение культур и религий, всё настолько, знаете, обогащает внутренний мир человека. И поэтому для меня вот это отношение к секунде самой, оно для меня всегда было пиететным, потому что даже выходя из дома и забыв что-то, я понимаю, что сейчас уже жизнь посещает в другим руслом. И я в какой-то важный момент, не думая, ощущая, я понимаю важность этого момента, и я его хватаю. Вот такие моменты, они очень редко бывали. Но, тем не менее, вы всегда успевали свою судьбу схватить за хвост. Вот вы сейчас упомянули своего профессора, который на сегодняшний день работает в Государственной консерватории Узбекистана, Марат Васильевич Гумаров. Давайте, уважаемые телезрители, опять недолго остановимся, посмотрим, послушаем, что Марат Васильевич говорит о своей бывшей ученице, затем мы вновь вернёмся в нашу студию. Ирина Гульзарова училась у меня после школы имени Успенского в бакалавриате-магистратуре, в консерватории. Поэтому мы как-то, это одна из моих таких звёздочек в классе, потому что она, конечно, неординарный человек, неординарная личность. С первого появления в классе она, конечно, отличалась от других немножко студентов своей, какой-то у неё свой взгляд на жизнь, свой взгляд на музыку. Но это было даже в начале, как бы, типа, расточки, и потом она это всё скопило в себе, как бы. И теперь сейчас она выступает совсем в другой роли, потому что я могу сказать, что Ирена, она... Я не могу сказать, что она трудолюбивая. Она, конечно, трудится, когда ей надо. Когда не надо, она не трудится. Но сейчас вот это в корне поменялось немножко ситуация, поэтому я сейчас вижу уже потихонечку из ученика она превращается в мастера. С каждым её приездом, вот в этом году она играла концерт «Синсансы», я уже сидел и просто наслаждался игрой уже мастера, потому что здесь была какая-то звуковая разнообразие, звукопись. Ирена, она человек, на который давить совершенно невозможно и нельзя, потому что как только ты начинаешь как-то на неё давить и заставляешь что-то делать, она или закрывается, или не воспринимает эту информацию. И мы с ней были, скорее всего, как бы даже не учительный педагог, то есть педагог и студент, а как-то вот друг и друзья. Потому что я мог ей советовать то, что я понимаю в искусстве, она это или принимала, или не принимала. И потом у нас возникали, конечно, какие-то споры. Эти споры мы между собой долгое время, может быть, находились на разных каких-то ключевых позициях, но потом как-то это всё вместе соединялось и получался, совсем другой результат получался. И Ирена поэтому, в общем, в принципе, каждый год играла и класс на концертах. И мы часто выезжали в Самарканд, по области играли, играли здесь по музыкальным школам. В общем, она каждый раз на сцене была немножечко другой, чем в классе. Вы знаете, это, наверное, одно из качеств таких, которые вот у пианистов и у любого музыканта-исполнителя, наверное, очень важные качества. По-моему, это признак, я считаю, что талантливости. Потому что когда человек в классе показывает, показывает, потом выходит на сцену и не может этого показать, а хуже. Но здесь не всегда это бывает волнение, бывает, несмотря ни на что. У Ирена, наоборот, она как-то начинает на сцене расцветать. То есть вот сцена её, я так думаю, родное такое состояние души. Я так думаю, что это идёт от её родителей тоже, потому что и папа. Артист, который на сцене чувствует себя как вот рыба в воде, мама, как музыковед. Она ведёт великолепное место Гульзарова, великолепные вступительные слова, говорит вступительные слова, концертам произносит. И, в общем, ведёт концерты. Это, видимо, передалось и по наследству. Ей вот это вот чувство сцены. Ирину Гульзарову я наблюдаю по мере того, как я сам старею, а она взрослеет в динамике. Она выросла в замечательного мастера. Вся техника, которую она приобрела по мере своего взросления, она сейчас используется на замечательное исполнение музыки. То есть о технике вообще не разговариваем, потому что техники не замечаешь. А перед нами выступил на сцене замечательный мастер. Я надеюсь на новые творческие встречи с Ириной, когда она что-нибудь придумает. А мы всегда рады её приветствовать. И пусть она прославляет искусство, пианистическое искусство, зачатки которого и задел хороший которого она приобрела здесь, в Узбекистане. И она это очень гордо и достойно несёт по миру. Ирина, давайте продолжим разговор о вашей жизни. На сегодняшний день вы живёте в Швейцарии, вы замужем, у вас подрастает замечательная дочь. У вашей дочери двойное такое необычное, очень красивое имя. Амилей Мишель, правильно? Вот расскажите, пожалуйста, как вообще это имя появилось, почему именно оно? Вы знаете, мы с мужем очень долго думали над именем, возникали совершенно разные варианты. Но у моего мужа очень красивое имя Мишель. Я очень не выругалась, почему ты взял такое красивое имя Мишель Келла. А понятное дело, что ребёнка уже не назовёшь Мишель, потому что имя можно и для мальчика, и для девочки дать. И вот мы уже прошло, может быть, месяца 3-4-5 месяцев. Вдруг мы стали смотреть фильм «Амили». Он как раз не так давно вышел, я уже не помню, в каком году. Я вдруг говорю, «Амили, муж, Амили». А потом уже моя сестра, любимая Алёнка, Алёна, она мне позвонила и говорит, «Что ты? Хочешь Мишель? Так назови её Амили Мишель». Я говорю, молодец, Алёнка. Конечно, так и назовем. Так что мы вот так вот семейным советом решили. И имя ей очень подходит, она такая женственная, она такая куколка. А вы бы хотели, чтобы она пошла по вашим стопам? Нет. Как? Нет. Как так? Почему? А зачем? Вы считаете, что в одной семье не может быть двух талантливых людей в одном направлении? Она очень талантливая. Но ведь талант можно по-разному развивать. Просто я понимаю, что... Вы знаете, вообще, вот вы затронули такую тему, семья и профессия, да? Ведь совмещать эту профессию с семьёй и семью с этой профессией, это не очень сложно. Мне когда об этом говорилось, и опять-таки мой мудрый профессор говорил, ты понимаешь, что ты сейчас берёшься за такое серьёзное дело, ты ведь по профессии мама, жена и пианистка. В письме оглянуться назад, сколько женщин лишали себя радости материсту во имя профессии, сколько женщин не имели эту возможность, потому что за нехваткой элементарного времени. Я ведь тоже, на самом деле, готовлю и ужин, и обеды, и завтраки, и в доме... Ну, то есть вы самая обыкновенная женщина. Абсолютно. И никто этому почему-то не верит. Но это очень сложно успевать, потому что за тот промежуток времени, пока Милишка в садике, нужно успеть позаниматься, а потом она уже приходит из садика, и жизнь совершенно другая. Вот расскажите, пожалуйста, вообще, как строится ваш день? День строится в зависимости от того, работаю ли я в этот день или не работаю, потому что у меня ещё и студенты, и ученики. И когда я говорю, что их цифра 20, всем становится очень плохо. Как вы все успеваете? Я успеваю, ничего я не успеваю, на самом деле. Это всем кажется, может быть, что я успеваю. Мне бы хотелось гораздо больше выучить новых произведений, и гораздо больше чего успеть, и больше времени семье уделить. Хотя, на самом деле, ведь когда каникулы, я могу месяц не заниматься за роялем. Там совершенно, вот он закрыт, и я стараюсь на него просто не смотреть, потому что сейчас важно это время с моей семьёй. То есть мы уезжаем на отдых или куда-то на ребёнка недавно, и меня тоже на лыжи поставили. То есть это очень важно, да? Семья, значит, очень много для вас, значит? Это приоритет. Это будет приоритетом. Я когда мы с мужем говорили, он говорит, ну почему ты не увеличишь, там, почему ты не хочешь больше быть на сцене? А я ему сказала, ты хочешь, чтобы у меня 180 дней в году не было дома? Он говорит, да, ты права. То есть мне кажется, что я не стремлюсь за каким-то, вот вы говорите, успешное в самом начале или, там, не знаю, какая-то известность. Я не чувствую никакой, какой-то там большой известности этого. Ну, может быть, кто-то меня знает, да? Но я за этим не гонюсь, ведь не это главное. Тем не менее, вы знаете, я опять вас ненадолго прерву. У нас есть высказывания известнейших музыкантов современности о вас. Я думаю, что нашим телезрителям будет очень интересно послушать, что же думают величайшие исполнители, известные дирижёры об Ирине Гульзаровой и Келлер. Ну, а затем мы вновь вернёмся в студию и продолжим беседы с нашей гостей. Я узнал, что Ирена из Ташкента. Мой старый добрый друг, выдающийся пианист Фима Бронфман, тоже выходит из Ташкента. И у меня теперь такое ощущение, что каждый, кто родился в Ташкенте, играет на рояле изумительно. Я не знаю, действительно ли это правда со всеми жителями Ташкента, но те двое, с которыми я знаком, играют блестяще. Я наслаждался вчерашним концертом и знакомством с Ириной. Она милая девушка, и у неё замечательная семья. Надеюсь, что мы будем чаще встречаться в будущем. За всю мою 35-летнюю педагогическую деятельность выделяется особенно один человек. Это Ирена Гульзарова. Она моя самая лучшая ученица, одна из интереснейших личностей. Она обладает невероятным талантом и даром, дающим ей возможность с легкостью решать все технические проблемы, что позволяет ей владеть всеми музыкальными стилями. У неё фантастическая интуиция и исключительная врождённая музыкальность. Преподавать ей для меня было всегда радостью. Она жаждала знаний, от неё исходило много инициативы, и музицировать вместе с ней было в удовольствие. Я желаю ей удачного будущего и уверен, что она в состоянии восхищать всех людей во всём мире своей личностью, техническим и музыкальным мастерством. В исполнении Ирены Гульзаровой я с большим удовольствием слушал концерты Листа и Прокофьева. И был впечатлён обоими. Хотя она играла не на самом лучшем рояле, несмотря на все трудности, она играла великолепно. Замечательной артикуляцией и потрясающим чувством интерпретации и поэзии. Я думаю, что у неё будет прекрасная карьера. Ирена, давайте вернёмся к вашей непосредственно концертной деятельности. Поговорим о том, что вы выступали на самых престижных площадках. Это и Графинек в Австрии, и Карнеги Холл в Нью-Йорке, и Большой зал Московской консерватории, и Тангали. То есть очень много площадок. И вы знаете, какой у меня вопрос? Как вы относитесь к престижности зала? Вообще вот для вас существует понятие, о, этот зал престижный, я буду здесь играть, а этот не очень, пожалуй, я откажусь. Только вот так, положа руку на сердце. Абсолютно, конечно. А интересно, задавал ли себе такой вопрос Святослав Лихтер, который выступал в каких-то совершенно неимоверных залах, где сидел, может быть, какой-нибудь слесарь или гармонист, просто два человека, а он играл на разбитом пианино. Разве можно в нашей профессии вообще задавать такой себе вопрос? Может быть, кто-то и задаёт. Я не исключаю. Нет, ну вам же, наверное, не всё равно, где играть? В Карнеги-холле или, скажем, я не знаю, в какой-нибудь деревне? Вы извините, я везде готова играть. Лишь бы играть. Какая разница, где играть? Ведь, вы знаете, как сложно вообще добиться, чтобы были все эти концерты. Ведь это не так легко. Это, видимо, такая, как сказать, оболочка, что вот она играла там, или он играл там, или выступал. Ведь это всё сиюминутно. Приходят новые музыканты, приходят многие совершенно другие течения. Это всё меняется, чтобы вообще закрепиться в этой профессии. В моём случае я вообще счастлива. Неважно, где, что у меня есть возможность выступать. Ведь этой возможности может один день и не быть. Но дело, наверное, не только в самой площадке. Дело, наверное, не только в самом инструменте. Дело и в тех людях, с которыми вы играете. Давайте поговорим о дирижёрах. Давайте поговорим о музыкантах, которые помогали вам создавать тот образ, который вы хотели донести до публики. Ну, я вот всегда говорю, опять-таки, возвращаясь к нему, профессор, когда он спрашивает, ну, как это было, потому что он тоже не совершенно простой человек, и он всегда спрашивал меня, как мне показалось. Потому что о себе судить очень сложно, опять-таки, находясь на сцене. Всегда всё равно недоволен, но человек со стороны может что-то сказать. И вот я всегда говорила, отвечала на этот вопрос, что если ты играешь не сольное, но играешь с оркестром, то должны... это несколько факторов, которые должны совпасть. Это должно совпасть не только элементарный инструмент, акустика, но это должно совпасть и оркестр, и дирижёр, и сам солист, который обладает одинаковым, как сказать, понятием и концепцией... Да, ведь можно... один солист, он может, конечно, вытащить, но ведь должна быть гармония, да? То есть когда создавалось произведение самим композитором, неважно, там, для какого инструмента, он ведь думал это как о одном целом, одном общем, да? И поэтому это всё должно дополняться. То есть если солист выше, скажем, по своему развитию какому-то, да, вообще, а вот, скажем, дирижёр ещё не дотягивает слышно моментально... К сожалению, время нашей программы ограничено, и поэтому по традиции мне хотелось бы завершить его Блицопросом. То есть я буду задавать вам ряд коротких вопросов, буду ждать от вас коротких, конкретных, чётких ответов. Если вы готовы, давайте начнём. Готова. Опишите себя в трёх словах. Ну так, навскидку. Навскидку? Да. Верная. Раз. Всё-таки думаю, что добрая. Два. И целеустремлённая. Я бы добавила творческая вместо целеустремлённая. Да, вот, ну я не могу о себе сказать. Да, но вам виднее, да. В какой момент, Ирена, вы поняли, что стали взрослой? Да вы что, такой момент никогда, надеюсь, не будет. Что вы умеете делать из того, что должна уметь делать каждая женщина? Мужу готовить. А чем, на ваш взгляд, не должна интересоваться женщина? Сплетнями. Отлично. Когда вы плакали последний раз? Да только что. Какая из ваших привычек более всего действует вам на нервы? Привычки? Да. Ваши привычки. Я избавляюсь от привычек, я не знаю, что у меня действует на нервы, наверное, когда я не могу себя организовать. А какой чужой недостаток вас раздражает? Злобность. Вы не разучились удивляться? Я всю жизнь удивляюсь. Вы что, без этого жить нельзя? А вот вас удивляет что-нибудь непосредственно в себе самой? Да. Что? Да потому что сама себя предсказать не могу. Очень интересный человек такой непредсказуемый, иногда на нервы действует. Что вас может разозлить? Невоспитанность. Чего бы вы никогда не смогли простить? Предательство. Если бы вы могли изменить одну единственную вещь в вашей жизни, что бы это было? Ничего. То есть всё пусть остаётся так, как есть. Самая ваша большая, огромная такая розовая мечта, не связанная с работой? Таких нет. У меня всё есть. Вы считаете, что вы всего достигли? Нет, вы сказали, не связанная с работой. Не связанная с работой, да. Но она может быть связана с вашей семьёй, с вашей дочерью. Ну, вы знаете, тогда это должны быть её мечты. А вы спрашиваете о моих мечтах. Я сказала бы, что я счастливый человек, и пусть это счастье было бы всегда со мной. О чём вы больше жалеете? О том, что сделали, или о том, что могли бы сделать? Я стараюсь вообще ни о чём не жалеть. Это достаточно негативное качество, жалеть о чём-то. Мне кажется, что человек должен здесь и сейчас жить, и стараться думать обо всём позитивно, и нести этот позитив в свет. Поэтому я ни о чём не жалею, нет. Что ж, большое спасибо, Ирэн, за то, что вы сегодня пришли к нам в студию. Спасибо. Было очень приятно застать вас в Ташкенте, потому что, на самом деле, вы у нас нечастый гость. И очень приятно, что вы пришли именно к нам в нашу программу. Но вам, уважаемые телезрители, я напоминаю, что у нас в гостях была одна из самых одарённых пианисток современности. Пианистка, которая, не побоюсь сказать, имеет мировое имя, выступала и выступает, и дай бог будет выступать на самых престижных мировых площадках Европы, Америки, Азии, в общем, всего земного шара, Ирэна Гульзарова-Келли. Я же прощаюсь с вами ровно на неделю. Спасибо, что были с нами. Смотрите программу «Призвание» на телеканале ОЛАВИ. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин